Как известно, российская дочка компании Hyundai всерьез планирует прикупить замороженный завод General Motors в Санкт-Петербурге. Это производство рассчитано на выпуск 98 тысяч автомобилей каждый год. Напомним, что собственная сборочная площадка, где делают автомобили Hyundai и Kia, сейчас работает на пределе. В прошлом году при заявленной мощности 230 тысяч машин пришлось выпустить на 15 тысяч больше. Плюс ко всему, сборкой Hyundai и Kia занимается калининградский автотор. Он по итогам 2019 года отгрузил больше 150 тысяч корейцев, включая седаны Genesis. По большей части это машины крупноузловой сборки. По всей видимости, после покупки GM-овской площадки корейская сторона откажется от услуг автотора. И в Калининграде уже сейчас думают, чем можно восполнить эту потерю. Например, выпуском своего собственного автомобиля. Так автоторовцы организовали инженерный центр, куда активно набирают сотрудников. Но это только половина дела. Судя по расплывчатым комментариям боссов компании, к самому проектированию будущей новинки еще не приступали. Что получится из этой затеи, предсказать трудно. Ведь помимо сборочных мощностей для создания машины, нужны многомиллиардные инвестиции и опыт инжиниринга. С другой стороны, при наличии средств разработку можно отдать на сторону. Продолжая тему отечественной сборки. Только что Mazda приостановила поставки семейства Mazda 3 на российский рынок, так как машина японской сборки по ценам вчистую проигрывала шестерки. Последнюю, уточним, собирают во Владивостоке. Осознав ошибку, к выходу кроссовера CX-30 представительство японского бренда подошло более ответственно. К дилерам сразу придут паркетники, сделанные на Дальнем Востоке, что гарантирует интересные прайс-листы. Как стало известно телеканалу Автоплюс, продавцы получат первые партии этой модели до конца нынешнего года. Если верить сертификационным документам, к нам приедут только двухлитровые версии, но коробку и привод можно будет выбрать по вкусу. Добавим, что Mazda CX-30 – это кроссовер, который занимает нишу между моделями CX-3 и CX-5. Внешне новый паркетник напоминает Mazda 3. И это объяснимо, от трёшки ему досталась не только платформа, но даже интерьер. КОНЕЦ